И всем привет, дорогие друзья! С вами я, Жека, и ребята, играя на своём сервере, я заметил, что многие мои подписчики, да и я сам, не очень разбираемся, как правильно использовать вторую руку в Майнкрафте. И в сегодняшнем ролике я бы хотел вам рассказать о 10 комбинациях, которые вы можете использовать с вашей второй рукой в Майнкрафте. Надеюсь, ребята, что вам это видео понравится, и если это так, то не забудьте поставить лайк, ведь я очень старался, и старался, ребята, чтобы это видео было максимально интересным и полезным для вас. Ну а мы начинаем! И первая, ребята, комбинация по-любому понравится всем шахтёрам Майнкрафта, а то есть, наверное, всем игрокам, потому что я думаю, что все игроки Майнкрафта хоть раз находили в шахту в Майнкрафте, потому что без этого просто невозможно прожить. И комбинация заключается в том, что вы, ребята, можете даже не переставляя слот, копать в шахте и ставить факела, вообще не напрягаясь. И это действительно, ребята, очень удобно, по крайней мере для меня. Надеюсь, что и вам тоже будет удобно таким образом копаться в шахте. Переходим к следующей комбинации. Следующая комбинация довольно-таки странная, и я не знаю вообще, для чего она может пригодиться, но все же я хотел вам, ребята, ее показать. Вы можете положить в правую руку кактус, а в левую песок, и не напрягаясь, ребята, ставить песок и сверху на него кактус. Я, опять же говорю, не знаю, для чего это вам может пригодиться, но, в принципе, ребята, если вы делаете ферму кактусов, то это довольно-таки удобно. Не переставляя вообще никакие слоты, просто сразу же размечать песок и кактус. Вот такие вот дела, ребята. Переходим дальше. Вообще, ребята, комбинаций с зажигалкой довольно-таки много, и в сегодняшнем ролике я постараюсь вам показать все из них. Но вот, ребята, одна из этих комбинаций это динамит и зажигалка. В принципе, я думаю, понравится всем игрокам, которые любят что-нибудь повзрывать. Мы просто ставим динамит, подходим вплотную к нему, и можем его... Ой-ой-ой, это как-то криво получилось. Почему так получается странно? Собственно, мы можем активировать динамит. Вообще, не переставляя некие слоты. Я не знаю, как так получилось, почему я себя поджег. Давайте попробуем еще раз. Попробуем еще раз. И да, в принципе, ребята, вот мы зажгли динамит. Я не знаю, почему я загорелся сам. Это, видимо, какой-то был баг. Ну ладно, окей. Если вы, ребята, поняли, почему так произошло, можете написать мне в комментариях. В принципе, ребята, вот так вот можно удобно взрывать динамит. Просто размещая его с помощью одной руки и поджигая с помощью другой. Вот так вот, ребята. Переходим дальше. Следующая, ребята, комбинация пригодится для фермерства в Майнкрафте. Вы можете разместить в левую руку землю, а в правую мотыгу. И можно, ребята, так не паря, ставить землю и сразу же ее вскапывать. Делается это очень просто. В принципе, смотрите, как я делаю сейчас. И можете повторить то же самое. Это довольно-таки удобно. Конечно, ребята, если вы уже строите ферму на земле, земля вам, в принципе, не пригодится. Вы можете сразу же ее вспахивать. Но если, ребята, вы выкапываете какое-нибудь помещение для вашей фермы, то такая комбинация очень пригодится. Потому что вам в любом случае придется заставлять все землей. Да. В принципе, ребята, это все. Переходим к следующей комбинации. Следующая комбинация это, ребята, любые блоки и лестница. Если вам нужно куда-нибудь залезть, вы, ребята, можете спокойно ставить блоки и сразу же по ним залазить, если у вас есть лестница и блоки в руке. Это довольно-таки, ребята, удобно. И я думаю, вам это точно пригодится. Следующая комбинация, я думаю, всем знакома, но я все же хотел ее показать в этом ролике. Эта комбинация просто идеально подходит для ПВП-шеров. Если, ребята, вы играете в какие-нибудь голодные игры или в любую другую мини-игру, где нужно драться, то это просто идеальная комбинация. Вы можете держать сразу же и меч, и лук в руке, и это действительно очень и очень круто. И вы можете стрелять при необходимости, и если у вас, если вам, ребята, нужен ближний бой, вы просто подходите к вашей жертве, что-то жертва от меня немножко убегает, и бьете ее мечом. Да, и можно так, ребята, стрелять, бить, стрелять, бить, и это действительно очень круто. И еще одна такая фича в Майнкрафте, если, ребята, вы стреляете из лука, и он у вас находится в другой руке, то у вас просто пропадает вещь, которая находится в другой руке. И это очень удобно, и вам ничего, ребята, не загораживает ваше поле зрения, и вы можете спокойно стрелять. Но как только стрела, ребята, вылетает, вторая вещь сразу же возвращается на место. И это, ребята, действительно очень удобно. Надеюсь, что вы это будете использовать. Ну, а мы переходим дальше. Следующая, ребята, комбинация идеально подойдет для охоты. Я знаю, что многие игроки Майнкрафта очень ленятся жарить свою еду и едят ее сырой вообще. Да, такое тоже бывает. Так что, ребята, если вы такой вот ленивый человек, то вы можете просто взять в одну руку зажигалку, а в другую меч, и вначале, ребята, поджаривать свою добычу, а потом ее убивать, и вы сразу же будете получать жареное мясо. И это очень-очень удобно, и я думаю, так охотятся гораздо лучше. И, в принципе, ребята, ничего вам даже жарить не придется. Это реально очень круто. Конечно, ребята, можно зачарить меч на поджог. Да, господи, не могу поджечь эту... Да, господи! Эх, эх, эх. Все. Так, собственно, можно, конечно же, ребята, зачарить меч на поджог, но я думаю, что когда вы только зайдете в Майнкрафт, вы сразу же не можете, не сможете зачарить меч на поджог. А зажигалку сделать, я думаю, вы всегда сможете, а мечом можно совершенно любым убивать, даже деревянным. В принципе, вот так вот, ребята, это все работает, а мы переходим дальше. Следующая комбинация, ребята, опять же, у нас подойдет для шахтеров, как и та, которая была в начале этого ролика. Я думаю, у каждого была такая ситуация, что вы копались в шахте, и вдруг, 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 сейчас будет это, ребята, на вашей пути, ребята, встречается лава, и вам срочно нужно ее закрыть. И вы можете ее закрыть, как я сейчас сделал, с помощью блоков, которые я положил в другую руку, чтобы, ребята, там не перебирать ваш инвентарь и успеть закрыть лаву, пока она вас не затопила. Это довольно-таки, ребята, удобно, мы просто копаем, такие, опа, лава, бак, закрыли, опа, лава, бак, бак, закрыли. В принципе, это очень-очень, ребята, удобно, и я думаю, что вы это будете использовать для того, чтобы копаться в шахте. А мы переходим дальше. Следующая, ребята, комбинация, опять же, подойдет для пвп-шеров, для тех, кто играет в голодные игры, да или просто выживает в Майнкрафте, и постоянно встречает опасности на своем пути, например, сейчас я. Ребята, я думаю, у всех была такая ситуация, что у вас есть в инвентаре золотое яблоко, но вы его не можете съесть в битве, потому что он находится где-то далеко, и как-то неудобно все время его кушать. А так, ребята, вы, например, можете положить золотое яблоко в левую руку, и пока вы деретесь, быстренько вот так вот его съесть, и отбежать, 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 снова съесть. И у вас всегда в руке есть меч, чтобы отбиваться от ваших врагов. Я думаю, что это достаточно удобно, и, в принципе, это можно использовать в битвах. Переходим дальше. Следующая комбинация, ребята, опять же, подойдет для фермерства в Майнкрафте. Вы можете положить в одну руку семена, а в другую руку костную муку. И так можно просто, ребята, выращивать любое растение, и его сразу же собирать. Например, как я сейчас. Мы, ребята, выращиваем, собираем, выращиваем, собираем, выращиваем, собираем. И так можно делать до бесконечности, пока у вас не закончится костная мука. Я думаю, что это, ребята, достаточно удобно, и это тоже можно использовать в Майнкрафте. И, в принципе, ребята, это была последняя комбинация, о которой я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, ребята, что вам это видео понравилось, и теперь вы будете использовать вторую руку в Майнкрафте. Но, сказать честно, я бы не сказал, что все эти комбинации очень-то и удобны, и, в принципе, без них тоже можно обойтись. Так что, ребята, как кому нравится, можете использовать, а можете и не использовать. Но я все же старался, и надеюсь, ребята, что вы оцените этот ролик и поставите ему лайк, и мне будет очень приятно. Также, ребята, пишите свои комментарии, я буду читать все комментарии, на самые интересные, как всегда, я буду отвечать. Также, ребята, не забывайте добавлять меня в друзья вконтакте и подписываться на канал. Спасибо всем за просмотр, с вами был Жека, всем удачи, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok